Гаишник-блондинки, вы почему не остановились? Я испугалась, у вас слишком длинный жезл. Это не жезл, это шлагбаум. Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами рассмотрим интересный вид комбинаций в русских шашках под названием шлагбаум. Почему такое название? Сейчас я все вам объясню и покажу. Давайте рассмотрим пример шашечной миниатюры. CB4-HG5, GH4-DE5, HG3-GH6. И здесь, в этой позиции, белые могут сделать ловушечный ход GH2. И теперь, если черные ошибутся, то есть, вроде бы кажется, черные ходом FG7 создали ударный кулак на своем левом фланге, грозят разменяться в центре, захватить центр, контролировать ситуацию. Но на самом деле этот ход проигрывает как раз из-за необычной комбинации шлагбаум. Белые пропускают черный к дамке, затем ставят так называемый шлагбаум и ловят черную дамку. То есть, видите, друзья, черным мешает своя же шашка на поле D4, так называемый шлагбаум. И благодаря вот этой шашке белые совершают свой финальный удар с победой. То есть, комбинация под названием шлагбаум в русских шашках получила такое название из-за того, что белые, ну, в данном случае белые пропускают черные к дамке, затем ставят шлагбаум и затем ловят дамку черных в подударную цепь и наносят свой финальный удар. Это комбинация шлагбаум. В этой позиции белые опять пропускают черных в дамки и затем ставят шлагбаум. Но тут комбинация уже двухвариантная. То есть, белые играют Fe5. И у черных есть две возможности для взятия. Можно побить на поле D4, можно на поле F4. Если черные бьют на поле F4, то мы размениваемся. Затем выбиваем шашку H6 у черных и ловим дамку черных в подударную цепь благодаря шлагбауму шашки черных на поле D4. И затем за белых совершаем свой финальный удар. Дамка. И дальше побили. И вот таким образом белые побеждают черных. Черные могли, конечно, побить и в другую сторону. Давайте рассмотрим другой вариант. Если бы черные побили сюда. Тогда белые опять выбивают важную шашку H6 и важную шашку на D6. То есть, строят подударную цепь. То есть, видите, друзья, у черных благодаря вот таким ходам белых, жертвам, создались две слабости. Это так называемая решетчатость и ослабленное дамочное поле. У черных есть на поле F8. Затем белые, благодаря шлагбауму на поле D4, опять загоняют черных под ударную цепь и завершают свой финальный удар с победой. В этой позиции белые опять пропускают черных в дамки. Затем отдают шашку вторую. Поставили так называемый шлагбаум. И выбивают важную шашку черных с поля H6 для того, чтобы совершить свой финальный удар. Загоняют черных в подударную цепь и бьют дамка вот таким образом. И побеждают. В следующей позиции белые совершают как бы два мини-удара. То есть, комбинация начинается ходом DC5. В эту сторону бить нельзя, потому что белые выиграют шашку и попадут на преддамочное поле. Поэтому черные вынуждены бить в эту сторону. Затем проводим первый удар за белых. И затем загоняем шашку черных в дамки. И проводим свой финальный удар. Опять черным мешается своя же шашка на поле F4. И благодаря именно этой шашке белые побеждают вот таким образом. Ну, то есть, если пошли сюда уже, ушли сюда, допустим, напали, отошли, ушли. Ну, и черным ходить некуда просто. Следующая комбинация также двухвариантная. Она начинается ходом CB4. Ну, обратите внимание, что в эту сторону нельзя бить черным, потому что, как раз благодаря шлагбауму на поле D4, белые выиграют вот таким образом. То есть, сюда бить нельзя. Если же черные бьют в эту сторону, тогда мы проводим также два мини-ударчика. Первый ударчик. Пропустили черных в дамки. И затем надо, как вы уже догадались, поставить шлагбаум. ОДАМАЖИ-5. То есть, в первом варианте шлагбаум стоял на поле D4, а здесь шлагбаум стоит на поле F4. И затем обязательно надо выбить шашку А7, чтобы наша дамка не попалась, не погибла. И уже затем совершаем свой финальный удар таким образом. И тут есть несколько взятий. То есть, можно бить вот таким образом, а можно бить вот по такой траектории. Ну, лучше всего, конечно, побить вот по такой траектории дамка и побить затем на поле C3. То есть, именно таким образом. Ну, и после вынужденного хода в Х3 черных пойти на поле E1 и выиграть эту позицию. Ну, и последняя комбинация на сегодня от моего земляка, мастера Балджаларского, который долгое время жил в Пермском крае. Белые отдают шашку ходом А4, затем отдают еще две шашки и, наконец-то, ставят шлагбаум на поле F4. Затем отдают еще две шашки, пропускают черные дамки и наносят свой финальный удар. Вот таким образом. Дамка. И затем уже продолжаем бить на поле D2. И затем снимаем шашки черных. Ну, отходить надо. Затем нападаем. Отошли. Еще раз нападаем. Отошли. И еще раз напали. И все. Позиция, конечно, за белых выигранная. Друзья, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал и можете поделиться этим видео в соцсетях. Если вам что-либо не ясно, то задавайте свои вопросы, пишите комментарии. На все комментарии отвечу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok